Эта неделя проходит под знаком белорусско-российской интеграции. Сегодня в Минске состоялось и 50-е юбилейное заседание сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Приветствие его участников направил президент Александр Лукашенко. Форум регионов, создание договорно-правовой базы Евразийского экономического союза, кооперационные программы – все это результаты совместного законотворчества. Сегодня в овальном зале Дома правительства парламентарии говорили и о новых проектах на пути к тесной интеграции. В первую очередь Белоруссии и России нужны программы по импортозамещению и межрегиональному сотрудничеству. По итогам трехчасовой дискуссии спикеры рассказали и о других идеях, которые могут стать знаковыми для дальнейшего союзного строительства. Мы все-таки не добились равных условий для наших субъектов хозяйства. Мы не смогли создать общий рынок для наших товаров и услуг. И даже в условиях вот такого экономического кризиса, финансового кризиса, все-таки мы по многих вопросах работали в одиночку. Поэтому сегодня, думаю, правильно депутаты поставили вопрос о том, что нам надо находить новые точки зрения. Нам надо разрабатывать совместные программы по импортозамещению. В числе направлений развития союзного государства это разработка единой промышленной политики, торговой политики, научно-технической политики, создание единого энергетического, транспортного, информационного пространства. Сегодня вот эти направления нашими коллегами были довольно подробно обсуждены. Сегодня парламентарии Беларуси и России много говорили об экономике. По объективным причинам пару лет наблюдается снижение объема взаимной торговли. Прошлогодняя цифра 27,5 миллиардов долларов. Но даже во время непростой экономической ситуации в мире бюджет союзного государства сохраняется на уровне предыдущих лет. Это более 6 миллиардов российских рублей. Основные средства отведены финансированию 35 союзных программ. Они касаются создания инновационной продукции в области космоса, микроэлектроники и нанотехнологий.